Американский фигурист незаметно ударил Викторию Синицыну по голове. Подлый поступок разозлил Никиту Коциолапова. Столкновение случилось на разминке. Капитану сборной России пришлось отвечать соперникам. Первый день командного турнира фигуристов начался с сенсации. Действующие чемпионы мира и Европы Виктория Синицына и Никита Коциолапов проиграли в ритм танца американскому дуэту Мэдисон Хаббел и Закари Донахью. Последние два года россияне находились на одной недосягаемой высоте с французами Габриэллой Пападакис и Гийомом Сизероном. А сегодня позволили судьям в них усомниться. Помимо мелких ошибок, одной из причин поражения Вики и Никиты мог стать странный инцидент. Донахью незаметно ударил Синицыну по голове, из-за чего наша фигуристка почувствовала дискомфорт. А после проката Коциолапов признался, что такое происходит уже не первый раз. Никита жестко ответил на подлый поступок соперника. Американские фигуристы борются с россиянами грязными методами. Танцы на льду – одна из двух дисциплин, в которых американцы могли навязать борьбу России в олимпийском командном турнире. Тем не менее, однозначными фаворитами до последнего считались действующие чемпионы мира и Европы Виктория Синицына и Никита Коцалапов. Перед стартом Олимпиады казалось, что подопечные Александра Жулина однозначно принесут в копилку команды максимальные баллы. Но и американцы сдаваться не собирались. Хаббел и Донахью подошли к играм в прекрасной форме. Однако бороться с россиянами они, кажется, собирались не только с помощью отличной физической готовности. На разминке перед ритм-танцем произошел странный эпизод, который многие посчитали провокацией. В том числе и Коцалапов. Во время раскатки российская и американская пара столкнулись друг с другом. Донахью задел голову Виктории, проезжая мимо. Коцалапов заступился за партнершу, крикнув что-то американцу вслед. Судя по кадрам с трансляции, девушка почувствовала дискомфорт. Тем не менее, в прокате на ней это не отразилось. Виктория была безупречна, а грубые ошибки, лишившие дуэт лидерства, допускал Никита. Сыграла ли роль злость на соперника или это последствия травмы спины Никиты, неясно. Факт остается фактом, откататься на максимуме у него не получилось. Но не идеальны были и американцы, поэтому шанс на лидерство оставался. Это продолжается весь сегодняшний день. Накопилось, накипело. Судьи долго выставляли российской паре оценки, а потом объявили о поражении Вики и Никиты американцам. Ребята были заметно расстроены, они очень хотели принести команде максимум. Но винить в своем поражении никого не собирались. Общались с журналистами Вика с Никитой довольно сдержанно. Только после вопроса о том, что же произошло на раскатке, Кацалапов позволил себе проявить эмоции. Не помню, что конкретно ему сказал. Не помню даже на английском или на русском, но что-то сказал. Дело в том, что это продолжается весь сегодняшний день. Как-то накопилось, накипело. Просто пять пар на льду на пятиминутке, это достаточно много. И мы все в раздевалке, в танцах, всегда из-за этого ругаемся. Но здесь уже немного наличное перешло. Перешло конкретно в отношении Дона Хью. Да, потому что началось с утра. Но это все остается только на льду, вне его никаких проблем нет. Они классные ребята. Эта этика такая на льду, мы первые начали делать свою связку. Они заезжали и видели нас. Надо уступить, сказал Кацалапов. Американцы повели себя неуважительно. Судя по словам Никиты, такое происходит уже не в первый раз. Конечно, мы не можем утверждать, что это была спланированная провокация. Но поведение американцев по отношению к нашим фигуристам выглядит как минимум некорректно. Такой лиценой Хаббел и Дона Хью хотят принести своей команде долгожданную победу. Полнейший беспредел. Нужен протест со стороны нашей Федерации в отношении американского судьи. Член Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свящев прокомментировал работу американского судьи, которая оценила прокат российских фигуристов Анастасии Мишина и Александра Голямова ниже всех в бригаде, а китайской пары выше всех. Пятеро из девяти судей отдали россиянам первое место. Полнейший беспредел. Непрофессионализм американского судьи приводит к тому, что принимается очевидное политическое решение. Результат нашей команды оскорбил и унизил не только наших атлетов, но и всех остальных судей, потому что они были совершенно другого мнения. Судить по национальному признаку, нельзя. Видно, что судят абсолютно ангажированно, пять судей ставят высший балл, а один самый низкий. Такого точно не должно быть на Олимпиаде. Но что взять с этого судьи? Как Америка ведет себя в политике, так и в спорте. Пытаются навязать свои порядки. Поведение американского судьи несовместимо со спортом. Считаю, нужен протест со стороны нашей Федерации. А Международная Федерация должна обязательно рассмотреть этот инцидент и в будущем не допускать таких судей к соревнованиям. Первый день уже омрачен таким скандалом. Очень жаль, что так происходит, сказал Свящев. Мишина, я настолько верю в нашу команду, мне кажется, что этот один балл не должен сыграть какой-то большой роли. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Голямов прокомментировали свое выступление и других российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Мишина и Голямов стали вторыми в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Они получили за прокат 82,64 балла. Первое место заняли представители Китая Вэнь Цэзиньсу и Цунхань 82,83, замкнули тройку, американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер 75 баллов ровно. Все сделали, казалось, что все отлично, но вторые. Потому что Олимпиада в Китае. Мишина. В качестве шутки, можно. Смеется. Голямов. Кто угодно может так считать, но постарались сделать свой почти максимум, старались показать свое надежное катание, чтобы судьи оценили соответствующими оценками. Мы очень рады, что удалось прокатать почти чисто. Мишина. Разрыв всего 19 сотых, мы не сильно расстроились. Голямов. Почти высокий балл принесли нашей команде. В командном турнире ведь не имеет значения разрыв, может из-за этого обидно? Голямов. Да, мы это как раз узнали на командном ЧМ. Вроде сотые, подумали. А ничего, в произвольной догонят. Но мы понимаем, что произвольная, начинается все с самого начала, главное, какое место будет, от этого и зависит балл, который будет засчитываться в общий зачет. Мишина. Я настолько верю в нашу команду, мне кажется, что этот один балл не должен сыграть какой-то большой роли. То есть будет разрыв больше. Голямов. Давайте мы пока не будем об этом говорить, мы болеем за всю нашу команду. Мы очень рады, что Марк Кондратюк хорошо выступил, Виктория Синицына и Никита Коцалапов тоже принесли хорошие баллы. Мишина. В нашей команде слабых спортсменов нет, переживать нам не за что. Голямов. Да у России все звенья закрыты. Вы слышали, когда объявили мировой рекорд китайцев? Голямов. Нет. Сначала там говорят по-китайски, потом по-английски, но я на самом деле даже не вслушиваюсь. Где бы мы не выступали, мы стараемся не слушать баллы, для нас главное, как мы выступим. Мишина. Сейчас все, что могли, все сделали. Готовы хотите катать произвольную? Мишина. Конечно хотим. Голямов. Кто не хочет? Наверное, все хотят катать в команднике. Но это уже смотря как Федерация решит. Кто как будет кататься на тренировке, того и поставит.